Православные верующие уже начали красить пасхальные яйца. Больше сотни способов проделать этот ритуал знают в селе Щелкан Новосельского района. Натуральную краску там получают из редких растений. Многие виды в России больше не выращивают нигде. Леонид Нечапуренко записал рецепты. Ветки вишни, ветки пирамидального тополя, подморенник, все его знают, подморенник цепкий, который распространен, к сожалению, на наших полях или в лесополосах. Сразу и не скажешь, что может объединять такие непохожие растения. Но ответ прост. Все это отличная основа для натуральных красителей. В предпасхальные дни кухня Ирины Мининой превращается в площадку для экспериментов. На плите соседствуют кастрюли с отварами из крапивы, вишневых веток, экзотических корешков. Время от времени туда опускаются яйца и сразу окрашиваются в яркие цвета. Новое яйцо, неокрашенное. Посмотрите, как оно быстро меняет цвет. Вот буквально, вот видите, вот было оно таким, можно еще положить яичко. Вот оно моментально, буквально за секунды меняет цвет. В оттенках красителей и других свойствах редких трав Ирина Минина разбирается досконально. В ее хозяйстве выращивают лекарственные растения, пряности и специи, масличные культуры и декоративные цветы. Всего больше сотни видов и сортов. Некоторые пока только изучают, другие уже сеют в больших масштабах. Сейчас у нас уже внедрено около 40 культур. Больше половины из них никогда в России не выращивались. То есть их знают, их знали. Но выращивались они либо в садах как декоративные растения, либо на небольших участках в институтах. Эти таинственные кустики проявляют разные свойства. Одно и то же растение может быть одновременно и специей, и лекарством, и основой для приготовления масла. Но есть и такие культуры, которые специально выращивают, чтобы делать красители. Одно из растений, которое используется для покраски – марена красильная. Здесь, кстати, первая в России плантация этой культуры. Но сейчас она не очень хорошо взошла. А вот когда полностью вырастет, будет высотой примерно на таком уровне. Впрочем, для покраски используют не вершки, то есть стебли, а корешки. И если корнем марены покрасить яйцо, то получится примерно вот такой цвет. Вот уже который год к Пасхе здесь выпускают особую серию продуктов. Это натуральные красители, которые идеально подходят для покраски яиц. Внутри никакой химии. Даже если яйцо лопнет и окрасится белок, его все равно можно есть и не бояться. Вот для тех, кто все-таки не хочет использовать синтетические красители, мы рекомендуем использовать натуральный красящий продукт. Выпускается здесь от 30 до 100 тысяч наборов каждого вида. Самый популярный, я вам скажу, это лук. Хотя вроде бы простой продукт, но наш народ привык все это делать, купить в магазине и использовать. Больше 10 разных красителей позволяют не ограничивать себя в пасхальном творчестве. Так что в чистый четверг в поселке Щелкан яичным декором с удовольствием занимаются и взрослые, и дети. Я вырезала котенка и на него насыпала бисер. Я вырезал ежика и посыпал его бисером. У меня белочка, я ее приклеиваю на лицо. Леонид Нечапуренко, Николай Попов, Ставропольское телевидение из Новосерецкого района.